Сколько уже выходило различных строительных симуляторов, экономических симуляторов и просто стратегий песочниц. Мы уже наигрались и в SimCity, и в Оно, и даже в RimWorld. Жанров под жанр во всем этом просто море. Да и набор сеттингов довольно разнообразный. Хочешь, вот тебе далёкое будущее, а хочешь, вот тебе средневековье. Хочешь, просто даже современность. Но что если дать под наше управление? Например, тюрьму. Ну а что, интересная ведь задумка. А то столько уже было произведений на тему именно побега из места заключения. Книги, фильмы, да даже игры. И всё там было так романтизировано что ли. Бедный притесняемый герой, над которым издеваются, которого подавляют и который хочет просто свободы. Но давайте теперь посмотрим на всё это под другим углом. Что если эта тюрьма будет нашей собственностью? И у нас будет самая главная задача. Построить идеально налаженную систему, при которой даже мышь не проскользнёт. Именно этим мы и займёмся сегодня в игре под названием Prison Architect. Да, название говорит само за себя. А вы пока что подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать подобный контент. А ещё я каждую неделю делаю полноценный обзор раздачи Epic Games и думаю много кому это будет полезно. Так что проставьте ещё и колокольчик, не расстраивайте эту милую лягушку. Так вот, мы получаем в своё пользование тюремную песочницу с просто массой различных возможностей, механик, да и простора для фантазии тут хватает. Строим камеры, нанимаем охрану, распускаем собак, ну и ставим слежку за заключёнными. Но бюджет у нас, что очевидно, не резиновый и нужно правильно распределять имеющееся количество денег. И наши заключённые не просто заскриптованные болванчики, которые сделаны чисто для антуража. От того, какое у них будет настроение, насколько хорошо они отдохнули, покушали, зависит то, как они будут к вам относиться. А от этого, в свою очередь, зависит по-настоящему многое. Ведь тюремные драки, бойкоты, даже небольшие революции никто не отменял. И тут вы должны для себя решить, какой именно режим будет выгодней той или иной ситуации. Можно всячески потакать этим зэкам, создавать для них хорошие условия, делать всяческие возможности для проведения досуга. Например, строить библиотеку, спортзал, бильярд. Также предоставлять им ещё и время для свидания со своими близкими. Ну и давать хотя бы какую-то видимость свободы. Тогда, конечно, отношение к вам будет максимально положительным. И можно избежать просто множества проблем. Да и работать такие люди будут с большим удовольствием, что логично. Конечно, в этого режима есть свои очевидные изъяны и минусы. Если осуждённые за небольшие проступки или же средние проступки будут вас слушаться и даже помогать вам, то те, кого сюда отправили из-за каких-то страшных преступлений, например, из-за того же убийства, им-то терять нечего и они будут пытаться всеми способами сбежать или как-то насолить вам. Но можно и наоборот, создать полнейшую диктатуру и править здесь железным кулаком. Контролировать каждый шаг, заставлять людей всё время работать, выполнять ваши приказы. Но тогда будьте готовы, что долго люди такого не выдержат. И уже бунта тут точно не избежать. Зато, с другой стороны, побег тут менее вероятен при такой системе. Так что палка в двух концах. Кстати, насчёт заключённых. Помните, я сказал, что они тут есть разные, то есть их посадили из-за разных преступлений. По сути, их как раз так и классифицируют здесь. Осуждённые по лёгкому преступлению, среднему и тяжёлому. И у них не только из-за этого меняется их поведение, от мирного до агрессивного, как я это уже описывал. А ещё и оплату мы за них получаем разную. Очевидно, что за какого-то серийного маньяка дадут больше, чем за какую-то мелкую сошку. Но и проблем из-за этого маньяка будет, ну, существенно больше. Кстати, дабы придать ещё больше какой-то индивидуальности преступникам, разработчики пошли на довольно интересный шаг. Во-первых, все заключённые имеют разные модельки персонажей, это понятно. Во-вторых, имеют разную биографию и даже свою уникальную кличку. Это тоже понятно, такое стоило ожидать. Но вот меня позабавил тот факт, что игра прямо пестрит всевозможными отсылками. Вот вам никого не напоминает этот парень, какой-то поляк, наверное, Джон Бласковец по прозвищу Думах. Ммм, кто же это такой? Короче, над какой-никакой индивидуализацией действительно постарались. Ещё же в игре есть, ну, почти что полноценная сюжетная кампания. Да, она довольно короткая, но при этом атмосферная и рассказывает несколько интересных историй. Кстати, эпизодов будет целых пять, где и персонажи отличаются, и основные задачи на уровень тоже разные. Но, как по мне, эта игра точно не о сюжете. Это всё-таки именно что песочница, и всё удовольствие, весь сок, вы получите как раз-таки в свободной игре. Но как расширенное обучение, в принципе, ну, да, сгодится, но не более. Ну и давайте вернёмся в именно песочную часть Тюремного Архитектора. В принципе, игру можно рассматривать ещё и с точки зрения экономического симулятора. Ведь все возможности для этого есть. С тюрьмы можно создать максимально выгодную систему по зарабатыванию денег. Ну и дальше расширять свой бизнес, строить новые камеры, принимать новых заключённых и сколачивать буквально миллионы. Опять-таки, важно выстроить правильные отношения со своими, в скобочках, работниками. Не давать им совершать побеги, устраивать в нужное время облавы с обысками, отправлять в карцер неугодных вам нарушителей закона, ну и поддерживать рабочую атмосферу. Дабы добиться по итогу максимальной эффективности. И понятно, что различные факторы будут всячески вам всё время мешать. Не давая просто расслабиться и наблюдать за процессом. Как я и говорил, бывают проблемные заключённые, с которыми нужно будет хорошенько поработать. Бывают бунты, драки, даже убийства. Тут есть так вообще отдельные криминальные группировки, которые будут пытаться вам помешать. Но ещё и может, например, возникнуть потоп или же вообще пожар. И тогда уже точно здесь не до шуток. Особенно, если заключённые ещё и захотят воспользоваться суматохой. Также, как симулятор строительства, игра даёт достаточное количество опций. Можно строить всевозможные станки разных видов. Конвейеры, спортзалы, игровые комнаты, читальни, карцеры. Также нужно распределять работу охраны, уборщиков и заключённых. Ну и распорядок дня нужно определять самому. Короче, для фанатов подобного данный проект ну просто подарок. Залипнуть тут можно при желании буквально на десятки часов. Под конец у вас так вообще будет огроменная тюрьма. С разнообразными секциями, с разными видами досуга, работы и так далее. И самое главное удовольствие можно получить, когда прям осознаёшь. Так это же я всё это сделал и оно функционирует. Недавно, кстати, делал уже обзор на ОНО 1404. Там эмоции были довольно схожи с тем, что было здесь. Если не смотрели видео по теме, то переходите по подсказке сверху. Так вот, Залипе здесь порядочно и реально получил удовольствие. А ещё же я не рассказал, что тут есть отдельный режим, где уже вы будете заключённым и вам нужно будет сбегать. Так сказать, побыть на другой стороне баррикад. Думаю, много кто сейчас вспомнил игру Escapist, первую или вторую часть. В принципе, концепция чем-то похожая, но Prison Architect даёт меньше возможностей именно для побега. И всё-таки основной режим более предпочтителен. Игра же о другом, вот и сосредоточились разрабы на этом. Также в Prison Architect есть своя отдельная версия на смартфоны. И много кто подумал, а зачем такое играть на том же ПК, если есть версия на смартфонах. Но я скажу, что на компе играть банально удобнее. Ведь, повторюсь, под конец ваша тюрьма довольно сильно разрастётся. И чтобы всё это контролировать на экране телефона, ну придётся реально постараться. Максимум можете на большом планшете попробовать. Там, я думаю, такой проблемы уже не будет. Короче, что же я могу обо всём этом сказать? Prison Architect это прикольная тюремная песочница. Она даёт нам возможности для реализации наших идей. Даёт функционал для взаимодействия с заключёнными. Строительство тоже разнообразное. Да и в принципе в это залипательно играть. Ещё и визуальная часть довольно забавная. И мне такой графический стиль даже понравился. И кстати, игру можно запустить буквально на любом ветре, на любом чайнике. Что тоже плюс. Русский язык, слава богу, завезли. Так что русификатор искать не придётся. Так что да, если вы фанат такого жанра, то обязательно попробуйте. От себя так точно советую. А если же вы не фанат, то всё равно можете попробовать. Вдруг вам подобное зайдёт. В любом же случае, библиотеку Epic Games добавляйте. Эта игра там точно лишней не будет. Короче, пишите своё мнение насчёт этой раздачи. Ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать подобные видосы. Сделайте это прямо сейчас. Также ставьте лайк, если видео оказалось для вас полезным, ну либо хотя бы интересным. Ну и давайте уже наконец-то прощаться, а то и так у вас отнял много времени. Всем пока и как всегда, хорошего настроения. И не очко обычно губит, а к 11 туз.